Мы сейчас все на рации, в абсолютно свободном режиме, мы можем встать возле любого патруля, который стоит, просто ловят на фару, как они любят, на скорости, и просто за ними наблюдать. Только они кого-то останавливают, можно подойти и предложить, во-первых, помощь юридическую, во-вторых, это все снять на видео. Значит, как правило, когда они останавливают, в темноте нет ни одного прибора у гаишника, которым можно доказать, что это скорость именно этой машины. Потому что все фары светят, они не могут номера различить и так далее. Во-вторых, мы обязаны сейчас дать им волну заявлений о преступлении. В ответ на объявленную войну гаишниками против нас мы должны тоже их закидать с заявлениями. У нас уже есть юристы, которые будут этим заниматься. От вас требуются две вещи. Первое, это взять данные гаишников, записать, в каком месте, во сколько это было. Второе, свои личные данные. Все мне на электронную почту или на личку. Я все это сбрасываю на адвоката, и они от вашего имени все это пишут. Все, то есть у нас налажено, и мы их закидаем скаргами, причем будем бросать прямо в министерство, которое заставит их, как минимум, три департамента разных будут проводить расследование. Фамилия водителя, номераж, подростные. Давайте я прицеплюсь в зеркало. Вообще очень сильно нужно писать в управление собственной безопасности. У нас юристы, которые знают, где им больнее, туда и будут писать. Значит, они, естественно, будут потом отписываться, а мы будем все равно их дальше троллить. Прокуратура, суд и так далее. По каждому заявлению, каждое ваше заявление вызывает волну, проблему этих дебилов. То есть они должны четко понять, что они нарвались на волну народного недовольства, которое парализует их действия. Вы понимаете, да, что их... У них, значит, хорошее, вообще-то, время, это когда все тихо, все спокойно, ничего не происходит, и они тупо ловят людей и разводят на банки. Вот это их... им нравится. Потому что сейчас происходит... Они сегодня ни одного не остановили. Сейчас, да, они все в стрессовой ситуации. Они не понимают, что... А план надо дать. Почему люди туда-сюда не ездят, а плана не будет? Нас этим сейчас, сколько хлеба ушло. Я говорю, ну вот как вы будете действовать, это просто интересно. Как вы будете действовать, ничего. Вот, за что будет вам рапорт на основании него будет выставлять протокол? Он говорит, я прочитаю. Я говорю, а вот если вы еще рыбой посередаете, будет... А это вас остановили, да? Можете в двух словах объяснить, почему, за что и что? Мы ехали по Богатырской, в сторону Выжгорода. Меня остановил инспектор ГАИ. Я включила аварийки, встала на обочине. Инспектор ГАИ там... Я проводила видеофиксацию, еще так же пару свидетелей. Инспектор ГАИ не мог объяснить сути правопорушения. У инспектора ГАИ на видеофиксации видно на руке, вот тут вот записан был номер моего автомобиля. Он попросил отойти, пытался смыть, но на видео и на руке все осталось. Дальше, дальше да, мы сказали о том, что это не правомерная остановка. Мы вызываем 102, для того, чтобы разобраться. Инспектор ГАИ сориентировался и сказал, что остановка за непристегнутых сзади пассажиров. Я и свидетели, которых около четырех штук, объяснили, что это было неправда. Все свидетели, все пассажиры были пристегнуты. Мы остались ждать 102. После чего инспекторы начали извиняться, также утверждать нам, что нам надо уехать, потому что милиция не приедет. Мы прождали два часа, приехал инспектор ГАИ. Мы составили несколько протоколов, о том, что нарушены права, не объяснили суть порушения. Мы тут с полчетвертого, нас остановили. Субтитры создавал DimaTorzok Мы ехали к другому товарищу, который также остановили. Точно такая же была ситуация, не могли объяснить суть правопорушения, тоже вызвал 102. После этого тоже пытались писать рапорт за 29 числом. Приехал адвокат, удостоверился о том, что рапорт липовый, не зарегистрированный. В общем-то, чека отпустили, он тоже написал с заявлением 102. Все, сейчас поедем в Абалунский райотдел для того, чтобы забрать корешок с номером о том, что я делала заявление. То есть вас остановили прямо здесь, да? Да, я остановил прямо здесь. На этом контрольном посту ГАИ. Спасибо вам большое. Спасибо. Знакомая Тойота. Вот этот пост ГАИ. В детстве остановили активистку Автомайдана. Ну, только что услышали саму суть проблемы из уст самой активистки Автомайдана. Конечно, мы видим, что ГАИ себе сейчас позволяет недопустимые вещи. И с этими вещами справедливо участники Автомайдана пытаются бороться. Потому что только солидарность, общие действия могут помочь всем нам в этом повальном всеобщем беспределе милицейском, который мы сейчас наблюдаем на улицах наших городов. Так, а тут что? Тяжелая артиллерия. Привет, Тойота. Чин. Прямая трансляция. Да, прямая. А что вы? Прямая трансляция. Так что, где ваша машина? Домой. Это уже приехала подмога, так называемая. ГАИ. Мы сегодня ехали, да? Мы порушивали правильники. Документы не предоставляют. Почему? Я уже предоставила респектурную. А, вы показали? За все! Конечно. Просто когда они попросили составить рапорт на 29 число, о том, что я якобы ехала в Багатырской и не остановилась, я сразу спросила о правомерности. На основании чего? А вы не ехали, да? А я не ехала. А кто ехал? Вы все кредо вас купили. А кроме меня есть причина. А вы следчики ей проводите? Ну, зацепую. Я знаю, что не... Прямая трансляция может быть вовремя. Будьте. И вы тоже купили. А, я знаю, что... Там, по-моему, есть сложный ответ. Как вас? Ирина. Ирина? Да, вот человек мне угромял 29 числом, что он состоит за один сон, и меня прокатывали. Пытался заставить инспектора Муфа написать, но про прощип Муфа отказался написание протокол за ним. Правильно. Отказался, что... А кто опустал, что... Он не говорит, что ты там. Да, да, да. Я все не можем. Говорил, что составит протокол за... Да вы не сами застанавливать, а он себе написать протокол. Нет. Что за длоками? Вот тут сама машина. Активистки авто Майдана. Активистки авто Майдана. Как это генерал. Активистки авто Майдана. Я подчинал. Я подчинал и да... Ты подчиналась в прапорте. А может... А может... А может... А может... А может... А может... Не-а-а. Ой, спасибо. то есть я думаю суть всем вам понятно чтоб что здесь происходит а и задним числом пыталась оформить протокол о нарушении правил дорожного движения на активистку автомайдана остановили ее без всякой причины ничего не смогли ей предъявить по какому нарушению она была остановлена и потом пытались составить протокол за 29 число я напомню это именно как раз то число когда автомайдан ездил межгорье к президенту украины виктору федоровичу януковичу межгорье кандидата межгорье межгород ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Более трех часов Тут нам говорят, чтобы мы ехали патрулировали улицы Этим сейчас и собирается заняться Автомайдан Они просто будут патрулировать город И просто будут осуществлять жесткий контроль за действиями ГАИ Чтобы без нарушений не останавливали честных людей Я уже жалею Поэтому будь жалею в каждой коричке, которая пытается незаконно останавливать автомобили активистов и правды граждан украинских Спасибо Пусть это маленькая, но победа Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Нужно, чтобы все материалы, которые у нас есть видео, фото по сегодняшнему делу, чтобы оказались в одном месте в облаке, в облаке. Смотрите, у нас есть видео, как ее останавливали, есть видео, как у него было на руке, написано номер. Отлично, отлично. Есть видео, где лейтенант показывает, что предъявляется. Мы можем сделать это все в облаке, у вас есть возможность? Ну, не проблема, в облаке. Все, бросайте потом мне. Ссылку дать на облаке. То есть ты в ютубер вычего? Да. Не, консерты эти облаки выкладывают, просто начнут. Я просмотрю, если там... Спильный цивилист. А вы прямо утренцы? Мы это что, обработаем? Да, да, да. Вот, значит, теперь по патрулям. Кто готов сейчас патрулировать город? Ты их знаешь лицо, по-моему. Ты их знаешь всех лицо. Так, кто готов? Идите, давайте в сторону отойдем чуть-чуть. Спильный цивилист. Давай сейчас представь. Они тоже сейчас сильно будут, самый популярный канал. Так, ну сейчас дружно подоедем. Давайте, мы сейчас поговорим. Только те, кто патрулирует, подходят. Те, кто там приехал поддержать, давайте постойте в стороне. Значит, сколько у нас машин? Подняли руки. Машин, только машин. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Нормально. Значит, я предлагаю разбиться по три машины сейчас. Три машины, группа три машины. Едет по одна, допустим, вот мы сейчас всем поедем по... Спасибо, Лариха. Да, на Петровке мы разделимся на три части. Одна часть остается на баллоне. Ездит по, допустим, там, Героев Сталинграда, там, смотрит. Значит, наша цель найти ГАИшников. Каких-то, которые стоят просто под рулем. Вторая группа едет в центр, ближе к, там, Подолу, там, вот такие вот места, Парковая аллея и так далее. Третья, надо подумать, где их концентрация. Давайте сами. Ну, Пещерская, может быть, всего одна группа. Сережа, что сегодня с ночными патрулями? Будут или нет? 21-30, все как обычно. Где твой дом? Там они стоят, они там, как бы, не нарушают. Они стоят там, ну... Они никого там не ловят. Они нарушают поворот на... Они там уже не пивают. Смотрите, надо стать в тех местах хлебных, где они, как правило, ловят на скорость. Да? То есть мы им сегодня испортим... Так вот, мы станем... Наша тактика такая. Три машины подъезжают сзади, спереди, где угодно. Просто останавливаются и стоят. Это, во-первых, уже у них вызовет небольшую панику. Значит, но при этом, как бы, жажда наживы их наверняка превысит. Патриот, спасибо. Они начнут останавливать, как обычно они делают машины. Значит, ночью ни один прибор не может показать, доказать, что это именно скорость этого автомобиля. Поэтому он, как правило, подходит, говорит, здравствуйте, вы превысили скорость. И в этот момент наш активист должен оказаться рядом и предложить помощь водителю. Помощь в том, что нужно написать заявление о беспричинной остановке. Если сейчас гаишник в темноте останавливает машину и говорит, что это нарушение скоростного режима, на самом деле это беспричинная остановка, у него нет доказательств. Закон о милиции говорит, что он должен объяснить суть совершенного правонарушения и показать доказательства, предъявить. У них сейчас этого нет в темноте. То есть мы сразу пишем заявление. Мы можем написать, все, кто находится в машинах трех, и это человек, которого остановили. По одному факту преступления, да, можно написать кучу заявлений, это не страшно. То есть вы оказались свидетелем того, что остановили человека и беспричинно. Вы пишете об этом заявление. Понятно? Для этого нужно узнать координаты инспектора, чтобы он предъявил удостоверение, сфотографировать его или записать, и потом свои данные. Все вы ссылаете мне, я пересылаю дальше нашему адвокату. Прошу прощения. Да, Дима. Да, коротко. Вот такой план, как вы слышали, контроля за действиями ГАИ сейчас будут осуществлять Автомайдан. Разве извинились на камеру? Разве извинились на камеру? Может, едем? Да. Ну, Майдан, наверное, сейчас меня отвезете. Это уже же время. Надо камеру сдавать и до моего установки. А, тогда я пойду, скажу, что мне нужно, чтобы меня тогда не посчитали. Нет, так вы можете завезти и поехать, да? А они ж не колонна не будут делать. Прекрасно. Прекрасно. Дима, мы это все будем систематизировать и тебе уже начнем посылать буквально с завтрашнего дня. Ну, да, да. Только сегодня утром встали, чтобы проедироваться. Идет это сегодняшний приезд. И мы сейчас идем опубликовать город, то, чтобы где-то там ловить. Где-то сюда работать. Там, где-то, 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 где-то. Там, где-то, где-то. А, то, где-то, 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 где-то. Я согласен полость, так вот. Поэтому я всем уже сказал, что это полностью встал. И не подписывайся. Где тут? Ну, может, вы держите. Где-то, там, кто отхожу. Ну, Сергей, я хочу, но вы направьте. А я покатаюсь. Палка? Палка. Я понял Все понятно Хорошо Отлично Отлично Хорошо Все, давай Вопросы? Предложения? Есть предложения, чтобы обрисовать дальнейшую работу с видеоматериалом Чтобы провести короткий срок Как снимать на мобильный телефон Что, люди не умеют снимать? Да, некоторые снимают вертикально Хорошо Ребята, кто в патрулях? Подойдите, пожалуйста, сюда Было бы неплохо, если бы кто-то занялся этим Мы же занимаемся этим Вы можете систематизировать это все? Ну, как-то да Отлично Те, кто сейчас в патрули едут Водители Стоят уже здесь Первое Как снимать на мобильный телефон? Только в горизонтальном ориентировании Только так, не так Вот так снимают только гламурные девушки Вот так Революционеры только так Да, да, революционеры так Ой, а дайте как-то ворону И обязательно максимально Обычно они делают вот так Ты их снимаешь, они таки отворачиваются Начинают где-то что-то разговаривать Нужно два человека с камерами Один с одной стороны, другой с другой Достаточно двух айфонов Он крутится, а вы пишете его все равно по кругу То есть он ничего не скажет уже И поближе Не стесняйтесь там Как в кино Да, не стесняйтесь поближе подвинуться Чтобы было реально слышно звук Потому что они там что-то мямлят И там не слышат И даже если это спровоцирует его Что он оттолкнет вас Или там что-то еще Давайте так Кроме этого видео Нужно еще слать описание Места, где это было снято Свои данные Кто будет заявление писать И данные гаишник То есть его Сфотографировано его удостоверение Или переписанное, перепечатанное Вот И это должно лежать в каком-то одном файле Можно? Или рядом, чтобы лежать В одной папке В одной папке Вот И наш юрист сразу открывает эту папку Со своего компьютера И оформляет все в бумажном виде И отсылает То есть ваша задача Это переслать Переслать вот этим людям Да Переслать всю информацию по эпизоду Свои данные Данные инспектора Видеофото И Описание текстов Ну Где это было В каком месте Все И что собственно случилось То есть Значит Беспричинная остановка Как правило Или если повезет Гаишника можно Поймать на том Что он машину запарковал На перекрестке На пешеходном переходе На островке безопасности То есть Фотографировать знак Где стоит машина Опять удостоверение его Свои данные Переслать все вот этим людям Давай я запишу на всякий случай Мамер Что если С вами пойдет У меня дома ремонт И так же Приложилы Вот я конечно Отлыниваю А вот даже гор не прилетит И краще Пощадка в Украине Буду ватку Нет Геннадий скоро приедет Там 15 часов Юрий Это посвятил Да Все равно я думаю Это не перший Не перший Буду в Украине Все Так поеду Приспом А куда ехать Еще не знаю Зараз это С кем мы пришли Зъездить Не самому А хотя бы Колько машин Ну по три машины Буду делать Можешь так Чтоб ты уже был профессионал Профессионал Не знаю Нет отдельного Я считаю Там майдан Скучи Нет Вот это создаем Так же мы Там будет А я Если вы этим будете Заниматься Нам очень То есть вы Систематизируете Все По парам Раскладывайте То чтобы Наши И сразу Зараз Возвращение Можем Так Можем Можем Возвращение У нас Встанет У вас Ебрик Ири Что у нас ограниченное место На ИСе ИС же стирает Мы купим пространство В том же Gmail И в Google 100 гигов Нормально Дропбокс Да Ну то есть так Облако не сотрешь Ты надо защищать сервера В штатах Еще Друзья Которые подруги Еще вопросы Или предложения Есть? Давайте Делиться на тройки Я поеду Майданец Семь Так Костя Ты будешь Троечник Первый Я буду Андрей Ты будешь тоже Троечник Потому что Мы должны Я не знаю города Ну какой же Я проек А блин Если бы я знал город Все Иди к нему Сережа Борода Будешь Троечником За тобой будут Еще два человека Хорошо Кто кому Давайте Расскажем Ты Меньше же Костя В хорошем смысле Я нет К Сереже И ко мне Два водителя Две машины Кто Кто на машине Кто патрулирует Хорошо Сережа Ну я хочешь не хочешь Людей Сейчас на Майдан Кому-то лучше Другому У меня телефон Красный Лучше Так Семь Я поехал Хорошо Давай Потом уже На Европейке Там найдем Да А как прошло У нашего Министра образования Это онлайн Да Потому что Мы отстали Немножко И заблудились Там на Львовской площади Прошло хорошо Андрей Выразили свое Недовольство Я думаю Это не последняя Поездка Но если он Завтра Вдруг Скоропостижно Не подаст В отставку Думаю Не последняя Просто Я когда на два Стою Они там Нет Ребят И тогда Откро Подключусь Где-то С кем-то Из вас Вы соединишь Сейчас Сейчас тогда разделишь. Тут спрашивают, записали ли призвище капитана. Тут все фамилии переписаны, все значки, все номера. Все зафиксировано очень тщательно. Ребята постарались очень хорошо. Потому что без этого сейчас никак. Все фиксируется. И номера машин, и фамилии. Сотрудников ГАИ, их рабочие номера. В общем, все зафиксировано. Все в порядке, все на месте. Вот кто-то уже хочет завтра на Майдане смаковать и кутюв. Я уже сам хочу вернуться поскорей. На Майдан уже немного замерз все-таки. Целый день с вами мы снимаем. Вот наш водитель прекрасный, Инна. А, ну все. Все, ну мы будем с вами покидать этот пост ГАИ и будем возвращаться в сторону Майдана. Ребята разбиваются сейчас по тройке. Будут патрулировать улицы. А мы с вами вернемся на Майданной заложенности. Меня просят поехать тоже патрулировать. Вы знаете, может даже кто-то и поедет с вами. Сейчас мы решим это уже в пути. Может быть не я. Может там ребята, которые тоже хотят поучаствовать в этом деле на Майдане. Может быть и ну посмотрим уже по обстоятельствам. Сережа, борода. Все, мы едем. До свидания. До свидания. Спасибо вам большое за вашу работу. Обращайтесь. Хорошо. Ну, посмотрим. Богдан, действительно, сейчас мы решим. Это надо еще решить с руководством канала. Надо ли им камера. Не надо. сейчас будем смотреть уже по месту определяться с дальнейшими действиями. Ну вот, мы уже в машине. На, двигаемся. Ходишься, шапку потерявленного там, когда мы выбегали. А, там же так, где-то поросновало где-то уже обратно. Потому что тогда, помню, я в шапке-то был. неудобно. Да. это было и... так. А спільно-бачения так есть, а камер работает? В спецбильной бачне несколько камер работает? Да. Штуки три наверное. Одна стационарная, она снимает постоянно сцену. И остальные в поле работают. А то, что сцена снимается, оно где-то архивируется? Так и вот это все. Я думаю, что когда-то там ручно вон с тобой. Вот это можно все найти будет на Юстриме. И все, видео сохраняется. Что важно с главной сценой именно видео, потому что... Ну, были приколы, когда они потом вырезают какие-то куски, отдельные взятые фразы со сцены, на которых вообще не видно никто. Ну, показали человека, выходили несколько фраз из контекста вырезали. Алика, спасибо. Пишут, что хлопцы молодцы. Уходи по нас с Катей. Алло. Мы едем на Майдан. Катя, тут просят, тут люди спрашивают, хотелось бы сейчас будут патрули разъезжаться по городу. Вот. И люди бы хотели, чтобы кто-то там поехал с ними, попатрулировал. Ну, тоже в автомашинах, чтоб с камерой. А, ты будешь тоже стрим... ну, в этом... В режиме стрим, да, тоже будешь с камерой? Будешь патрулировать сейчас? Телефон, который висит на камере? Нет. Да нет, не село пока. То есть... Не, я уже сейчас на Майдан. Я передам. Там ребята хотели просто, я знаю. Там есть ребята, которые хотели. Угу. Ну, давай. Да. Ну, вот, ладно, люди развернутся теперь. Ну, это вопрос. Ну, значит, понимаете, куда окружные выходы, правильно? Это разъезжает? Да нет, мы сейчас вернусь на город едем. Нет, это жалко. Сюда формирует. Сюда формирует. Угу. 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 Нам пишет патриот спасибо за вашу работу, насмешив. Угу. Это, это я не понял, это я насмешил, да, вас? Патриот? Угу. называется эта трасса уже на выжар от ищем ищем поворот где бы нам развернуться сейчас ищем разворот мы так ища разворот доедем прямо выжар от это чувствую развернуться мы не можем ну то наверно вижу что это еще богатырская батырская закончилась я так думаю да это уже трасса на выжар от на петровцы объясняю объектив камеры чистить это просто на лобовом стекле до немного есть капель дождя потому что идет небольшой дождь уже нашли разворот русском а в в в бой слушаем ддт несколько раз уходили русскому огромное вам спасибо насчет бороды диджей ли это борода я его лично если честно не знаю может быть может быть это и диджей борода патриот спрашивает вы не знаете борода это диджей борода мы не знаем приедем уже на майдан может я спрошу у кого то может быть сейчас еще раз протрублю объектив одну секунду просим прощения за неудобства объективчик протерли от кабеля ну это просто идет дождь нам пишут Украина объединяется очень приятно это чувствовать надо признать что огромную конечно роль выполняет сейчас автомайдан консолидирует жителей Киева именно в борьбе с нарушениями самого ГАИ и то что сейчас ребята в эту довольно таки прохладную ночь поедут одну секундочку звонок одну секундочку одну секундочку звонок 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 да 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 здравствуйте здравствуйте еду отлично отлично ну классно все засняли все много людей нам пишут вот мы сейчас только едем нет я сам да Эдик не смог сегодня он днем там был занят он в церкви был а теперь он да ну по-по-по-подойдем ну по-по-по-подойдем а я знаю я знаю я знаю где спилка журналистов небольшое здание такое двухэтажное по-моему я знаю я знаю я знаю не я сам я ему сообщу завтра на 3 да да хорошо хорошо все да пожалуйста ну а мы едем уже едем да ну стараемся ха 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 все да до свидания да у нас люди спрашивают почему авто без флага у нас флаг есть небольшой сзади просто может вы его не увидели вот у нас в Кремрагу у ребятам местного Гермайдана машины побили вот такая новость это уже не первые ребята которым побили машины это сейчас стало такой доброй в кавычках традицией власти очень много подожженных машин в Харькове вот сейчас вот в Киеве и уже Кривой Рог присоединяется так вот из мыслясу вот ревьер вот в Каналищевке вот это вот в кавычках вот прямо Продолжение следует... 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 Продолжение следует...